Работа Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие, встречайте в эфире Европы Пласс Стив и Эмси Паши Здравствуйте Всем привет, здравствуйте С чем пришли? Расскажите, пожалуйста, о новинках Я знаю, что тут новый клип вообще созрел Да, пришли Во-первых, пришли на эфир, давно у вас не были Пришли с новым клипом С несколькими новыми песнями Клип этот сняли недавно Сейчас мы пытаемся дать на телеканалы Большинство телеканалов уже взяли Буквально вчера состоялась Премьера клип по сети интернет на YouTube Смотрите, думаю, вам понравится Привет Андрею Ленинскому Сняли совместный с ним клип Забыл сказать, главное, пользуясь случаем Хочу передать привет Андрею Ленинскому Но он нас равно слушает сейчас, не знаю Вот, клип Клип хороший, наверное, получился Не знаю, судить не нам И, ну, надеюсь, что всем понравится Расскажите немного о вашей музыке Как давно вы занимаетесь этим Когда впервые увлеклись И каковы успехи на сегодняшний день То есть сколько выпущено материала Где и каким образом его можно услышать Ну, слышать на радиостанциях в интернете Занимаемся на радиостанциях Слушайте на радиостанциях в странах Да Занимаемся уже, сколько там, пять лет где-то Ну, около двух лет Мы уже начали выходить на какой-то уровень Более-менее Вот Сейчас стремимся Идем к тому, чтобы С каждого утюга играли наши песни Я теперь буду аккуратно пользоваться Утюгом Да, зная, что раз хлопает Стив и М.Т. Паша Тут как тут Ну, на данный момент у нас Выпущено большое количество синглов И вот в мае мы презентовали альбом Альбом вышел, полноценный альбом То есть его можно купить как в магазинах Как и интернетах Это iTunes Средства интернет-продажи Как бы вы могли охарактеризовать Вашу музыку Что это В каком стиле эта музыка И как вы сами называете Тот стиль, в котором вы играете Ну, это хип-хоп, наверное Вообще, мы не придерживаемся А определенного стиля Мы любим экспериментировать Вообще, это хип-хоп, R&B, хоп Хип-хоп, который мы попытались Популяризировать Популяризировать Чтобы он вышел куда-то В массу Популяризируем хип-хоп Вместе со Стивом и М.Т. Пашей В эфире радиостанции Европа Пласт Скажите Был ли в детстве у вас какой-то музыкальный ориентир О котором вы мечтали Типа Я хочу быть как Эминем, например Хочу быть Как кто Вы хотели быть В ранней юности Может быть в детстве Может в ранней юности В школе, когда учились Был ли какой-то музыкант Исполнитель, певец, группа И вы думали Я хочу быть как он Я хочу быть как они Кто это был? Наверное, всегда Лично я шел к тому, чтобы быть артистом сам по себе Ориентироваться на кого-то Это для меня, допустим, это плагиатик Подражается Это уже как бы взрелый период Когда что-то свое создается Когда вы не создавали еще ничего Когда вы просто учились в школе Слушали какую-то музыку Кто были ваши кумиры? Мне нравился всегда русский рэп Все, кто был на тот момент В русском рэпе Все нравились Может быть группа кастом Не знаю Наверное, то, что было на тот момент А было немного Было тогда немного Что для вас было основным музыкантом? Ну, так как вы сказали Жеймином Слушал Американский рэп Ну, русский рэп Американский рэп Американский рэп А там вообще меломан Абсолютно все слушал И все нравилось Определенных предпочтений не было Ну, значит так Блэк Сэббат Элис Купер Назаред Лизеплин Дебилл Юрагип И группа Slate Стив и Эмси Паша Сегодня в гостях В студии радиотанции Европа Плац Буквально через пару минут Мы снова будем вместе Добрый день Европа Плац А я коротко напомню Про координаты Про способы связи Благодаря которым Вы можете задавать вопросы Гостям студии Номер ICQ Самый быстрый Мгновенный способ связи Даже если вы на работе Если вы в офисе Пока руководство не видит Можно отщелкивать нам сообщение Вопросы задавать В прямом эфире Номер ICQ 387 593 011 Абонент Европа Плац Электронный адрес Европа Плац Собачка Хайка Точка ком Номер На который вы можете Сбрасывать смс Сообщение 4142 Он един Для всех мобильных операторов Перед текстом обязательно Номер 1344 И вы можете позвонить К нам в студию По телефону 766 0101 Еще раз 766 0101 Мы пообщаемся с вами И потом Озвучим в эфире Вопросы гостям В студии Стив и MC Паша Делят с нами Радость жизни В прямом эфире Европа Плац Итак Новая песня Клип Расскажите пожалуйста О том Как проходили съемки Я уже смотрел Целая фотогалерея На вашем сайте Напомните кстати Адрес сайта В 3db Ваншатинг.ру Наш сайт Нашего его Клип проходил Съемки проходили Очень бурно и весело У нас Шампанского по-моему Реки просто Шампанского реки после После съемок Лились А так это Я думал Это для съемок Это декорация Оказывается Что это На самом деле Мы снимали около 2х месяцев А готовились к съемкам Еще больше Потому что То у Андрея не получалось То у нас что-то Когда все-таки Вытелились Так сказать Начали снимать И где-то вот Пол лета мы снимали Еще и там Начало сентября Наверное Зато Потому что у каждого Свои графики Какие-то Вот Очень интересно и позитивно было Очень много разных историй было На съемках Хотя бы одну Хотя бы одну Но если это долго будет Если вкратце Карабкались Значит мы на стену Чтобы снять Хороший Такой хороший вид В Харькове Значит там Чтобы оператор Заснял Юрий Мюнко Который нам говорил Надо туда лезть По-любому Будет классный вид Хороший вид В Харькове Снять Это нехорошо Да И при этом Все мы еще И аппаратуру Туда затаскивали То есть Ну это вот Такое место Не буду конечно Озвучивать В общем Закарабкались Мы туда Отснялись И не получились У нас кадры А спускаться Туда еще тяжелее В общем Еле спустились На это потратили Три часа Ну вот А самая короткая Самая короткая Из истории Я по поводу того Что трудно найти В Харькове Хороший вид И я недавно был Во Львове И почувствовал там Такую фразу Один хлопец Он сказал Да я в Харькове не был Но мои друзья Сказали Что такое индустриальное место Перлин нет И я у меня такая Горячка Как у Харькова Чего ты говоришь Сюда иди Первое что в голову пришло Стив У меня вопрос Философского характера Когда-то давно Ну извини за сравнение Сейчас скажу Только Ну ты держи себя в руках Не бросайся Когда-то Алла Борисовна Пугачева Сказала такую фразу Хочешь быть популярным Пой только о любви О любви И только о любви О чем музыка Только ли о любви И только ли в отношениях О чем должна быть музыка Хип-хопов Такая настоящая Правильно, для того чтобы, следуешь ли ты заветам Аллы Борисовны другими словами или ищешь свои пути? Нет, ну как, если подходить к этому вопросу философски, то сам хип-хоп, он вообще не должен быть о любви. Это музыка о жизни, это вообще музыка улиц. Но о социальных проблемах, о жизни людей, но нам лично по душе больше песни о любви. Просто в хип-хопе важно то, как ты живешь, какая у тебя жизнь. То есть мы не можем прочитать о том, чего у нас нет. Если мы не лазим по подъездам, если мы не являемся какой-то социальной, не в социальной, не знаю даже как сказать, в каком-то таком андеграунд. Асоциальной группой. Мы читаем о том, что у нас происходит, если это любовь, значит любовь, в принципе все истории они правдивы. Не кажется ли вам, ну я буду провоцировать вас немного, не кажется ли вам, что любовь, современная музыка превратила, ну не хочется вот говорить слово презерватив на радио, но фактически да, вы использованы презервативы. Ее уже в каждой дырке затычка, простите за пошлость. Что для вас вообще это слово, оно еще имеет какое-то наполнение? Оно имеет в том-то и дело смысл, но если говорить о презервативе, то я предпочитаю даже. Я негодяй, сказал радио. В общем, ну это наверно перешло в изжатый апельсин в виде финансов каких-то. Все ищут наверно в современной музыке любовь как цель заработать деньги. На самом деле про любовь можно написать хорошую песню, главное чтобы это было от души, от чистого сердца и правды. Песня «Любовь в сохране» о чем она? О любви. Причем о любви там история в клипе получается, там три парня, то есть я, мы и Андрей Леницкий. Я, мы и Андрей Леницкий. Я, мы и Андрей Леницкий. У него своя история, она своя. И три куплета, три припева и три истории. Три грустных истории, у каждого своя девушка. Поэтому на правах рекламы хочу сказать, что зайдите пожалуйста в YouTube, пропишите «Любовь сохрани», посмотрите обижательно клип, это того стоит. Мы старались. И песня «Любви» лично мой купит, это правдивая история, которая со мной происходила два года назад. Все три истории правдивы, да? Да. Документальный, это тот редкий случай, когда документальный клип, документальные истории любви. У нас в основном все песни, они богаты лично. Сколько всего песен вы написали уже? Три альбома. Три альбома, ну у нас совместный альбом «Харьков-Киев», который весной вышел. А до этого у нас очень много синглов было, ну совместно. Работаем мы с ним в коллективе, в паре, то есть вот мы снюхали с ним два года назад. Снюхали. Сказали, каким стилем заговорили? Я думаю, что все молодые люди сейчас вздрогнули в Харьков и думают, боже, какой же личный опыт, ребята, на три альбома ему хватило. Не будем больше мы томить нашу публику. Слушаем песню «Любовь сохрани» в эфире «Европы Пласс» и получаем удовольствие, это того стоит. Стив и Энти Паша сегодня в гостях в студии прямого эфира «Европы Пласс». Конечно, песня о любви, глупо, но я это сказал, у меня родился спонтанный вопрос. Представляете ли вы себя в качестве остепенившихся отцов семейства? Представляете ли вы себя в качестве людей, у которых дети, которые ходят на родительские собрания, которые подгузники покупают в аптеке, представляете ли вы себя или хип-хопер не может вести такой образ жизни? Может, почему? Я, наверное, представляю. Ты представляешь, я даже представляю. То есть, утром ты просыпаешься, идешь за подгузниками, потом ты идешь с ребенком гулять, потом ты помогаешь супруге с домашней боркой, а вечером ты идешь на концерт. Ну, может, будет. Вы себе представляете себе такое образование? Просто, наверное, нужно все свои лучшие годы молодости, так сказать, посвятить рэпу, а потом уже заводить ребенка. Представляете? Папа, папа. А у меня вопрос, извините. Когда у рэпера заканчиваются лучшие годы? Не знаю, честно. Кстати, надо над этим задуматься. Но если папа будет ночью в клубе на концерте, придет домой, днем будет спать, когда ребенком заниматься. Но в зависимости от того, как... Есть понедельник, вторник, никогда. На самом деле, все зависит просто от девушки. Если встретим такую девушку, например, из нас, как я, можно и заводить семью. Классно, что вы говорите все равно уже о себе во множественном числе. Если мы встретим, которые вы были, вы собираетесь жениться на одной девушке? Вдвоем, по-моему. А, я именно это имел в виду. Так, вы представляете себя в образе таком? То есть, это не мешает хип-хопу, рэпу не мешает, да? То есть, можно быть размеренным человеком, обывателем простым, но при этом заниматься музыкой, делать то, что вы делаете. Вполне. Просто смотря, что будет происходить в жизни. То есть, я думаю, что если у меня будет жена и ребенок, вот данного у меня была бы, я бы читал, наверное, на такие какие-то, глупо сказать, бытовые темы. Ну, на темы, вот, какой хороший у меня сыночек, допустим. Да, вот на такие какие-то, да? Мой сынок растет не по годам и уже читает по годам. Я понимаю, что вопрос, который я хочу задать, он совершенно абстрактный, ибо жизнь, она всегда расставляет акценты совершенно неожиданным образом. Но вы скажите, лично вы, вот только скажите уже не вместе, а каждый за себя, сколько браков в жизни хип-хопера, рэпера вы считаете допустимыми? Вот сколько браков? Один, два, пять, двадцать пять. Сколько бы вы, теоретически, считали браков нормально? Типа вот, ну широко пожил, чтоб можно было так сказать. Ну, конечно, я считаю, что должен быть один брак, встретить девушку, которую ты любишь, и жить с ней до конца дней. Здесь же не важно, рэпер, не рэпер. Рэпер люди, такие же мужики, как и все, и чьими отличаются от, наверное... Ну, просто жизнь рэпера, вообще, причем рэпера, ну, мы так все, рэпер, музыканты, артисты, да. Ну, рэпер и обычно тот же человек, да, просто... Она очень тяжелая, и не каждая девушка еще ее будет. Потому что тяжелая неказиста жизнь народного артиста. Стив и Эмси Паша сегодня в гостях в студии прямого эфира на Европе Пласа. Мы будем вместе буквально через пару минут. Программа Презент в эфире радиостанции Европа Плас. Прекрасного настроения, даже солнышко, похоже, нас поддерживает. Сегодня Стив и Эмси Паша в эфире. Любимая радиостанция, я напомню, что можно вопросы задавать и пользоваться средствами связи. Номер ICPU 387593011. Адрес электронный. Европа Плас. Собачка. Харьков. Смс отправляйте на единый номер для всех абонентов мобильной связи 4142. Перед текстом 1344. Также вы можете воспользоваться телефонным аппаратом 766-0101. Позвоните нам и между песнями мы пообщаемся. Потом зададим ваши вопросы Стиву и Эмси Паше. Пока вопрос такой. Ну, кроме музыки. Я понимаю, что музыка занимает много времени. Я когда-то общался с гитаристом одним. И спрошу, даже тут несколько было гитаристов. Я спрошу, сколько в день времени вы тратите на упражнения, на вот эти все, а не акустические. Он говорит, ну, теперь последнее время уже меньше тут концерты. Все поэтому часа 4 в день. Я говорю, подожди, а раньше сколько? Ну, раньше 9-10 часов в день. Сколько времени отнимает музыка у вас? И чем вы занимаетесь в свободное от музыки время? Отнимает музыка? Ну, на самом деле, час полегче уже стало. Потому что... Тоже часа 4 в день. Да. Ну, навалили как-то это все. То есть, основной такой прям, что в сутками мы... Помимо музыки, ну, не знаю, чем живем, работаем. Ну, работаем. У нас есть лейбл свой музыкальный. Чем занимается музыкальный? Ваншандинг называется. Лейбл занимается, в принципе, музыкальным промоушеном. То есть, абсолютно все в сфере музыки. Да. Это и продюсирование, и организация концертов, и мероприятий. Ну, как, сплочено. У нас сотрудничество с киевскими разными рекординговыми компаниями. Линия одежды, да. Есть линия одежды. То есть, уже по-серьезному вы решили поставить этот бизнес. Линия одежды, да. Ваншанд в шок у нас есть такой раздел. То есть, одно из подразделений. То есть, это оригинальные коллекции какие-то? Или просто шлепаете наклейки? Нет, не шлепаем наклейки, на самом деле. Если честно. Не, ну, шутка, конечно. Они шьют костюмы. То есть, мы продабатываем эскизы. Киевская компания. Мы сотрудничаем с киевской компанией. Они полностью занимаются пошивом, распространением, дистрибьюцией в магазины одежды. Да. Так же, если там человек заказывает, через них интернет доставка проходит. Да, кстати, у нас вышло уже в магазине вещи. То есть, если там год назад мы только куда-то там пытались, да. То есть, сейчас уже в Киеве. На барабашовочке стояли. Голоковочки, да? Да, хорошо. В Киеве, в торговых центрах уже продается. Вот на Харькове сложнее почему-то. В Украине, во Львове, да. Консерватив. Ибо консервативен город родной наш Харьков. Да. Что касается поддержки молодых исполнителей. Я слышал, что могут люди, которые только начинают свой творческий путь, обратиться к вам. Всех ли вы поддерживаете? Есть ли какие-то приоритетные направления? Типа того, что ты хип-хоп играешь? Нет, не играешь. Все, давай, иди отсюда, мальчик. Ну, я зайду издалека, наверное. У нас вот, когда мы начинали два года назад подходить серьезно к плане музыки, выводить ее на телевидение, на радио, в общем, делать ее популярной, да. Мы обращались к различным продюсерам. То есть к компаниям музыкальным. Вот. Ну, естественно, welcome money, то есть там, ну, как бы… Ну, одно время работали с таким известным продюсером Юрием Квилинков. Да, кстати. Поработали, в общем. Ну, и все это, как бы, особой работы мы не увидели. Потому что, естественно, ну, все прекрасно понимают почему. То есть не буду углубляться в это. Ну, и создали свой, создали свой музыкальный лейбук, который занимается, в принципе, всем тем, чем бы занимался там. Угу. Угу. Вот. Из-за этого мы прекрасно понимаем начинающих, исполнителей, как, как, каково это. То есть записывать свои песни, и они никуда не выходят. То есть дальше там интернета. Поэтому, если и стараемся, естественно, помогать. Если говорить о материальной стороне вопроса. Я знаю, что, ну, например, там, в Киеве записать одну песню, как бы, нормально ее записать, ну, это примерно 500 евро, наверное. Да? Где-то так вот записать в нормальной студии с нормальным аранжировщиком. В принципе, это да. В принципе, даже больше. Ну, и вот как мы работаем с начинающим артистом. Если к нам приходит человек, нам нравится его творчество, то есть мы все расходы берем на себя. Единственное, что с него там, допустим, материальные расходы на съемки клипа. То есть это не сами съемки, а там проезд, ну, все. Ну, да, 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 да. В чем, что, извините, перебьюсь, в чем, ты скажи изначально, что мы делаем, мы не стараемся, есть такие музыкальные компании, их очень много в Украине, которые, когда приход к ним артист с просьбой, там, возьмите мой материал, раскрутите меня, они говорят, ну, дай нам 80 тысяч долларов и потом поговорим. А мы нацелены сделать хороший продукт и продать его на меларинге. Зарабатывать с этого продукта. Да, на меларинге, то есть вместо глутка на всех операторах продается песенка, на iTunes, на интернет-диджитал продажи различные, значит, на, ну, много там сфер, как бы, которые сейчас, они развиты в интернете, которые могут принести деньги. Поэтому, если у человека есть хороший материал, хип-хоп, неважно, может, даже поп, как бы. Вот мы работаем с очень многими артистами. И это нормальная схема работы, а не то, что происходит сейчас у нас в основном процентов 80, то есть всех музыкальных компаний. И если все музыкальные компании перейдут на тот формат работы, как у нас, я думаю, у нас будет намного развит хип-хоп, у нас будет намного развита вообще индустрия музыкальная. Потому что популярные станции, каналы, ну, в общем, СМИ, средства массовой информации, они как бы монополисты, да, у них вот они себе забили в память свою, да, что вот есть определенное количество рейтинговых артистов, и все, и пробиться туда никак. У них просто нет интереса не пускать туда новых, потому что они с этого ничего не заработают. Да, но если есть хороший материал, есть хотя бы хоть какая-то возможная веточка, тропиночка туда, как бы, взбирание туда, да, то есть можно помочь этому человеку. Естественно, здесь много как бы соприкосновений, ну, в том плане то, что это и финансы, во-первых, и во-вторых, ну, ну, в общем, это нормальная схема работы, если так. Велики ли шансы у молодого талантливого исполнителя, в принципе, ну, правиться с вашей помощью, в ответ вашей помощи? Насколько это трудный бизнес, если говорить сейчас не об искусстве, а именно о бизнесе? Ну, на самом деле, это очень сложный бизнес. Это самый жестокий, наверное, бизнес. На каждом этапе становления на творческом пути постоянно какие-то преграды. Будь то радиостанция, телеканал, там, съемка клипа, вплоть так до записи песни. У всех начинающих артистов имеются средства до запись суть шоу-бизнеса в том, в чем он самый сложный. В том, что ты должен придумать сначала сингл мощный, промониторить его, сделать мониторик своеобразный, покатит ли он. Ну, я говорил с простыми языками, да. Провести исследование целевой аудитории. По-простому, да. Внедрить его в СМИ, после чего он должен еще там прошуметь, после чего, после 5-ти разов там прокруток ничего не будет, правильно? То есть, должно еще пройти какое-то время, должен быть следующий хит, хит за хитом, как бы, клип за клипом. И тогда только она начинает делать отдачу. Это очень тяжело. И все-таки мне непонятно, то есть, опять-таки, извините за меркантильные вопросы, и где деньги? Да, вот пока я понимаю, что исполнитель тратит, 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 тратит. Нет. Когда деньги, где приход? Прихода деньги. Буквально с 4-го, 5-го сингла, если он уходит на радиостанции на телевидении, начинаются уже деньги. Это как и интернет-трафик, и средства основного ринга, с интернет-продаж, и концерты. Стараемся, все-таки, выводить с первого уже сингла, чтобы он уже шел в диджитал-продаж. Правда ли говорят, что единственный, действительно эффективный способ у артиста заработать, это клубы и концерты? То есть, вот пока ты на концерты не ездишь, вот все остальное, это мелочи, это копеечки какие-то, где-то там интернет, где-то капает там авторские права, где-то еще капает, но это все буквально копеечки. Ну это говорят, я не знаю. Но пока ты концертов, пока они стали звать на концерты теперь регулярно, как бы нормального заработка не будет, это правда или нет? Мне кажется, с концертов тоже не очень. Ну, с клубных концертов не очень, основной заработок, если только честно говорить, у всех артистов это корпоративы. Ну может быть сборные концерты какие-то, да. Но как бы, я не знаю, вот какой артист зарабатывает очень большие деньги со своих, у него же есть еще своя группа какая-то, диджей, свой концертный директор, продюсер, его личная команда там каких-то, команда поддержки, расходы, да. То есть, из гонорара, который платит артисту, ему остается, наверное, процентов 20-15, это в лучшем случае. При том, что, помимо всего, артист должен, во-первых, покупать, ну, постоянно обновлять свой гардероб, постоянно быть топ-тренд, не знаю, то есть, нам в ван, на него люди приходят. Появляться в модных местах. Да, да, да. Поэтому особо здесь, вот там, прям, что, кто думает, вот если кто нас слушает, из артистов там или, из начинающих артистов, кто думает вообще, что если я там встану популярным, дам пять концертов в клубах и закуплю себе Редж Ровер, это неправда. Да, то есть, не нужно готовить сразу лопату, чтобы грести деньги. Да, да, абсолютно. Но, чтобы поддержать молодых артистов, мы напомним знаменитый исторический пример Элвиса Пресли, который за первый свой концерт заработал 10 долларов, которыми должен был еще поделиться со своими музыкантами. А потом стал возить деньги тачками. А у нас сегодня в гостях Стив и Эмси Паша на Европе Плаце. Буквально через две минуты мы снова будем вместе, у нас еще много интересных вопросов. Стив и Эмси Паша сегодня в гостях в студии прямого эфира на Европе Плаце. У нас еще остается немножечко времени. Скажите, вот если бы вам пришлось остаток жизни провести на необитаемом острове, и вам бы разрешили взять с собой всего лишь одну единственную пластинку, какой бы диск вы взяли с собой на необитаемый остров, зная, что будете слушать его до конца дней своих? Сборный диск какой-то, сборник. Только хотел сказать. Сборник чего-то. И что бы вошло, ну хотя бы там три позиции, три трека, что бы вошло в этот сборник? Любовь всех. В него вошло бы... Не знаю, а что бы ты взял? А что я поставил адвайзер? Да. Стив, скажи Стив, да. Ну вот представь, да. Реальная же ситуация, ну не очень реальная, но реальная. До конца дней своих были жить... А я бы взял коробку, в которой помещаются не один диск, а три. Обманул бы того, кто меня отвез бы на этот остров, и сказал мне... Ладно, три диска. А опять тупик. Да, да ну что-нибудь хотя бы. На самом деле, просто много песен нравится, и сложно выделить из них именно три. Ну хотя бы от того же Ваню Дорных можно с Тицем. Ну я бы взял, наверное, часть каких-то наших песен. Потому что, ну, понимая, что ты до конца жизни на необитаемом острове, нужно хотя бы себя послушать и посидеть. Ну, вспомнить вообще этот отрезок жизни, при каких обстоятельствах была написана эта песня. Ну и вот, наверное, да, какой-то сборник. Причем я бы зашел в супермаркет, купил бы первый попавшийся диск, да? XXL-клубничка. Да, XXL-клубничка. Вот с этими девочками, с моими любимыми, с грудастными, да? Значит, на обложке. Я не мое тоже, Ленин. Ха-ха-ха. Вот, и все. И всю оставшую жизнь просто смотрел бы на обложку. На необитаемом острове. Необитаем. Хорошо, да. Ха-ха-ха. Хорошо. Тогда, так, извините за дурацкие вопросы, но я не могу всегда задать дурацкие вопросы. Тогда, кроме Ивана Дорна, если вы бы узнали, что прилетели бы инопланетяне и сказали бы, что все правда в календарях мая, 21 декабря, конец света, мы можем вас забрать на другую планету и вы можете взять с собой одного исполнителя, кроме Вани Дорна. Он у нас в черном списке, сказали инопланетяне. Вот, кроме Ивана Дорна, кого бы из исполнителей ныне живых и здравствующих вы бы сохранили как единственного представителя поп-культуры погибающего человечества? Если бы мы взяли кого-то одного, остальные бы побежались. Да. И мы все равно с ними встретились потом, когда-нибудь. Да. Поэтому никого бы не взяли и сами бы не поехали. Нет, сами бы не поехали, да. Ну, а что мы там будем делать? Ну, прикиньте, прилетаем мы на Марс, там какие-то концерты с зеленым человечком. Да, с зеленым. Что мы там делать будем? Давайте концерты с зеленым человечком нет, значит, как бы отказать бы. Да. Ну да, здесь же интересно посмотреть, что будет. Стив и Энди Паша сегодня в прямом эфире на Европе Пласт разделились с нами радость жизни. У нас совсем немного времени. Давайте пожелаем что-нибудь слушателям Европы Пласт и, конечно, молодым музыкантам, рэперам, хип-хоперам и представителям прочих стилей и направлений, которые нас слушают. Во-первых, хотим сказать огромное спасибо мамам, папам, всем, кто нас поддерживает, всей командой, которая с нами работает в музыке, которая нам снимает клипы, которая нам вообще в любой помощи огромное спасибо, мы очень дорожим. В музыке хотим пожелать, слушайте правильную музыку хорошую, не ведитесь на пластмассовых девочек с телевизора, слушайте. Читайте между срок и слушайте сердцем. Это Стив и Энди Паша, огромное спасибо Европе Плюс. Любите и будьте любимы. Да, и все будет хорошо. И мы слушаем песню, которая называется «Для нас двоих», если можно два слова, буквально про это музыкальное произведение. Ну это песня, есть такая группа АСА, это совместная песня, молодежная. Записана около двух лет назад, на нее тоже был снят клип, крутился канал М1. Ну это эксперимент тоже своеобразный был, чтобы захватить аудиторию тринадцатилетних мальчиков и девочек. Сколотить армию и захватить острова где-то. Захватываем аудиторию тринадцатилетних мальчиков. Боже, я это говорю? Мальчиковые девочки, да. Энди Паша и Стив сегодня в эфире на Европе Плац, и мне остается только попрощаться с вами. До новых встреч, будьте честны перед собой. Говорите правду, если не можете, то хотя бы шутите, улыбайтесь, даже если смерть вам грозит. Да пребудет с вами сила. До новых встреч, пока. Фух.